Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас утро. Я отвезла детей в детский сад, заехала в магазин, кое-что докупила. И хотелось бы начать этот влог с очень хорошей новостью. Это то, что Захарка поступил в частную школу. Сейчас у меня, ну не совсем у меня, у нашей семьи, я просто от своего имени рассказываю. Часто это звучит так, как будто я тут одна за все ответственно. Но, короче, у нас есть три дня для того, чтобы принять решение и подписать документы, если все-таки он пойдет в частную школу. Что за пробные дни, что за поступления и почему не государственная школа? Я, наверное, расскажу в отдельном видео, которое я уже несколько раз вам обещала. Но сейчас просто делюсь с вами какими-то актуальными событиями, которые происходят, знаете, здесь и сейчас в нашей жизни. И почему пробные дни, почему, значит, среди года нас туда вызвали, и ребенок провел несколько дней в школе с классом. Дело в том, что в частную школу, как я говорила вам, очень сложно попасть. И туда идет запись на несколько лет вперед. И сейчас вот освободилось одно место, и помимо нас еще было трое деток. И зачастую обучение в частных школах, такая школьная программа, назовем это так, начинается раньше, чем в 6 лет. То есть дети туда начинают ходить и готовятся там учить буквы. Они считают, они читают в пятилетнем возрасте. Поэтому, когда ребенок приходит в первый класс или в нулевой в 6 лет, то он уже все умеет, и у них более интенсивная программа, школа, которую мы выбрали с британским уклоном. Вот, если мы все-таки на нее решимся, и там совершенно другая система обучения, и, ну, очень сильно отличается. Причем я знакома с мамами, чьи дети туда ходят. И в ранкинге школ она на 16 месте, среди более 100 в Краковской области. А вот, например, та школа, которая находится недалеко от нас, в которую Захар без проблем может попасть, это государственная школа, она на 68 месте. Есть разница, да? Но на первых местах там, конечно, дипломатские школы, англоязычные. И там вообще такие цены, как я вам называла, во влоге, где мы ездили в школу, где я кое-что там тоже показывала. Так вот, Захарчика взяли среди учебного года для того, чтобы посмотреть, как он адаптируется, какие у него способности, и почему я так сильно переживала. Потому что, когда это твой ребенок, ты радуешься даже его каким-то маленьким успехом. Вот яркий пример. Ребенок начинает ходить, и ты просто вяжешь от радости, мой ребенок ходит там, ты готов кричать об этом всему миру. Но когда ты рассказываешь другому человеку, ну, классно, типа, молодец. Ну, все дети начинают ходить, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. И для чужого человека или человека со стороны, это не настолько грандиозное событие. Точно так же со всеми остальными умениями ребенка. Для мамы это просто что-то, знаете, вау, ты радуешься каждому мельчайшему успеху, вот. А для посторонних, тем более для преподавателя, это может быть просто что-то нормальное для его возраста. И тем более, знаете, это я настаивала на том, чтобы Захар ходил в частный садик, чтобы Захар не шел в школу в шестилетнем возрасте. Сейчас, может быть, даже немножко жалею об этом. Но дело в том, что можно очень долго спорить, что хорошо, а что плохо. Но потом, как бы, плоды будут только в будущем. И сейчас, опять же, может быть дискуссия, что вот, частная школа, зачем можно закончить обычную школу и вырасти супер успешным каким-то там, не знаю, ученым. И вообще многое зависит от самого человека, от желания учиться, а не только того, что ему дают родители. Вот, и мне казалось, что как бы здорово, что Захар читает, при том, что мы особо его как-то не штудируем, мы его не заставляем, но в частном садике, в таком обычном частном, без каких-то там вау-вау-вау, вот, им уделяют больше внимания, и тоже там такая более серьезная программа, и каждый день английский. И когда после первого дня меня вызвали, сказали, что все хорошо, что он успевает, что он даже ходит в такую более сильную группу по чтению, более сильную группу по английскому, это при том, что они там начали учиться гораздо раньше. Да, Захарка отстает, и нам придется догонять программу и также ходить на дополнительные уроки, выполнять задания, которые они сейчас проходят дома, для того, чтобы в сентябре он смог присоединиться к этому классу. Но мне сказали, что очень важно было увидеть то, к кому он тянется. Он как бы нормально себя ощущает в группе, которая более-менее на его уровне, но ему там скучно. А вот это рвение, вот это желание тянуться к тем, кто сильнее, он очень сильно хочет учиться. И вот, блин, мне казалось, что лучше пусть он пойдет в школу позже. А сейчас, думаю, ну, вот как я могла знать? Это первый ребенок, и, наверное, у всех возникает такой вопрос, когда, а зачем раньше, а зачем позже. И потом уже только в будущем ты получаешь какие-то ответы на свои вопросы. Так что с детьми есть очень много неизвестных, и даже не факт, что ты будешь возить его в лучший садик, потом в лучшую школу, на все возможные дополнительные развивающие занятия, и что он вырастет и станет там успешным актером, просто успешным человеком, бизнесменом. Ну, делаем то, что можем, пытаемся, стараемся, и сложно определиться, стоит ли оно того, остается только надеяться. Моя любимая часть дня, вечер. Пока Томак играет здесь не в Монополию, точнее, с Захаром, я пришла смыть макияж. Ну как, относительный макияж, потому что каждый день я так особо не крашусь. За дверью Игната, у него такое странное настроение, я надеюсь, и не будет мешать. Прицепила микрофон, чтобы меня было слышно. И покажу вам несколько недорогих, но очень классных находок. Я вам как-то рассказывала, что я люблю мицеллярку от Evaline, и вот несколько раз пользовалась этой с фильтратом секрета улитки. Интенсивно восстанавливающая вода. Как минимум, она не раздражающая, она хорошо смывает макияж, также не пересушивает кожу. Если бы вы только знали, какая у меня сейчас скрипатура. У меня так болит все тело, особенно ноги. Я уже была несколько раз на занятиях, и все было хорошо. Но вчера как-то особенная интенсивная тренировка была. И почему мне взбредилось вообще ходить в спортзал? Я же вроде как тренируюсь дома. Скажу вам так, что я не собиралась, но меня подговорила подружка. Давай-давай со мной, выйдешь там, развеешься и так далее. Я говорю, ну ладно. Она вообще, посмотришь, у тебя будет такое хорошее настроение там. Она права. Здесь такой большой объем. Сколько здесь миллилитров? 500 миллилитров. По-моему, это все. На мне был легкий биби-крем, бронзер и румяна. И почему-то, когда снимаешь себя, как ты там делаешь демакияж, тебе кажется, что так все тянешь, как ты там размазываешь непонятно. Я так в жизни делаю все нежнее. Классная вещь, присмотритесь. Теперь, чтобы все окончательно досмыть, я возьму вот такую пенку. Она тоже настолько деликатная. Это Andalou Naturals. Пахнет, знаете, чем? Типа как кокосом и огурцом. И вот этого достаточно. Она также удаляет остатки более интенсивного макияжа, чем у меня сегодня. И утром тоже можно использовать. Она не сушит кожу. Смою. Сегодня воспользуюсь тоником с гликолиевой кислотой. Уже немножко израсходовала. Это тоже Evaline. Вообще, очень здорово то, что доступные бренды идут как бы в ногу со временем и создают такие актуальные средства с активными компонентами. Так, и я как-то помню, что я смотрела, в составе здесь есть и гликолевая кислота, и алоэ вера. И много растительных экстрактов. Что они здесь пишут? Экстракт гомомелиса, арники, конского каштана, мальвы и иглицы. Ничего себе. Ну, я уже не первый раз буду им пользоваться. Здесь гликолевая кислота на втором месте в составе. И тоник немножко покалывает, когда его наносишь. Но это проходит буквально через несколько секунд. Я могу покраснеть. Но это все в рамках разумного. То есть, если у вас тоже появится такая реакция, то ничего страшного. Теперь дадим этому средству немножко поработать на нашем лице. Сразу не наносим крем, потому что он моментально смягчает действие кислот. И под глаза нанесу кремушек от Lumine. Я не знаю, почему я не показала его в фаворитах года. Хотя он этого очень даже заслуживает. Он такой густой. Знаете, что мне напоминает Benton? И Benton любила. Я не знаю, как-то выбрала то, чем чаще всего пользовалась. Но все, что я упоминала раньше, это тоже классное средство. Под глаза. Я не жалею. Ах, вот оно что. Маленький человек просто очень сильно устал. И хотел спать. И отключился прямо на родительской кровати, пока я там умывалась. И сладко сопит. Как-то в распаковке у меня были кремы из линейки BioVegan. Я обещала дать вам знать, как и что с ними. Там еще был матирующий. Но это не совсем моя история. Я отдала подружке. Что касается вот этого увлажняющего. Я сразу положила на него глаз. Вообще, они приятно пахнуты. Упаковка у них такая достойная, стеклянная. Все очень-очень классно. Выглядит этим, приятно пользоваться. Вообще, сама линейка очень прикольная. Потому что здесь 95% составляющих натурального происхождения. Без парабенов, без силиконов, без парафина в составе. И если почитать так поподробнее, то много действительно очень хороших компонентов, которые классно скажутся на состоянии кожи. И вот этот увлажняющий, он, пожалуй, самый такой универсальный. И даже если у вас жирная, безвоженная кожа, сможете использовать и днем, и вечером в качестве такого основного крема. И под макияж здорово. Вот этот же питательный, он именно зимой, знаете, как одеяло, которое укутывает вашу кожу. Не дает ей пересыхать, защищает от ветра. И если вам нравится такое ощущение крема на коже, вы его оцените. Если вы за кремы, которые впитываются под ноль, я бы остановилась на вот этом. Так как я сегодня использовала кислоты, и у меня вечерний уход, и за окном все еще зима, хотя я потихоньку уже настраиваюсь на ожидание весны. Я нанесу питательный крем. Конечно, я обычно это все гораздо быстрее делаю, но заодно и с вами побеседую. Крем довольно быстро впитывается, но дает такое ощущение комфорта. Очень простая уходовая рутина на сегодня, больше ничего не стану делать. Но зато видите и очищение, и кислоты, и питание, такая защита в холодное время года от пересыхания. И чтобы не нарушать вот этот защитный слой нашей кожи после использования кислот, то, что надо. Ну все, я готова идти ко сну, хотя спать я на самом деле еще не буду. И сегодня в 10 часов утра ко мне приезжает представитель термомикса. Я вам рассказывала, что это и кухонный комбайн, он там и режет, и взбивает, и тесто месит, и муку перемалывает, и подогревает, и взвешивает. Короче говоря, должен делать все. Еще говорят, что он сам моется. И я ничего общего с этим брендом не имею, с представителем. Я, честно говоря, посмотрела это здесь, в Польше. Я знаю, что в Германии также это популярно. Дорогое удовольствие. И я лет, знаете сколько? Почти 10 лет я присматриваюсь к нему. И думаю, надо, не надо. И когда я решила все-таки заказать и посмотреть, стоит ли оно того. Потому что есть такой вариант, что ты оформляешь его на себя. Если спустя 2 недели использования ты говоришь, нет, мне не нравится, или не можешь с ним справиться, по разным обстоятельствам ты можешь его вернуть. То есть ты им пользуешься и, если что, возвращаешь. Пока что не знаю, как это все происходит. Тебе дают какой-то, который в использовании в компании, или ты получаешь новый, потом расскажу. Но меня это как-то подкупило, что если вдруг что-то пойдет не так, у меня будут какие-то там, не знаю, внутренние сомнения по поводу всех обещаний и реальности, то все-таки смогу его вернуть. Также можно взять в кредит своеобразный на несколько лет, так что уже не так страшна цена. Я действительно много готовлю и посмотрим. Я надеюсь, что он меня не разочарует. Когда я решила заказать его, оказалось, что невозможно просто взять и купить там, не знаю, взять на тест, а обязательно должен приехать представитель с презентацией. И причем, знаете, презентация проходит таким образом, что человек привозит продукты. Меня попросили купить только замороженную клубнику, и мы будем делать масло, гуляш, потом булки будем печь и мороженое. Это все, что я запомнила с нашего телефонного разговора, то есть оформляешь заявку онлайн, потом тебе перезваниваю, договариваешься там о удобном дне, об удобном времени. И сегодня очень такая милая женщина, ее зовут Горожина, это такое польское имя, приедет к нам домой. И она сказала, что мы это все сделаем за полтора часа. Интересно, насколько это реально успеть, разве что она привезет все нарезанное. Потому что это все такие маркетинговые штучки. О, звонит Пани Горожина. Прошу? Так, 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 так. И уже твером, Пани. Не разрешили поснимать. Насколько я знаю, раньше нельзя было делиться никакой информацией ни в видео, ни в инстаграме. Ну, давайте посмотрим, что за чудо техники такое для кухни. Как делается тесто. Сейчас будем пить булки. Вот Пани Горожина все подготовила, все ингредиенты. Организация просто супер, конечно. И вместе теперь готовим обед. Так, это чудо должно еще перемалывать замороженные, всякие фрукты. И даже можно сделать дома муку. И мы сейчас попробуем сделать сорбет. Обалдеть, выглядит аппетитно. И все, что угодно можно там перемалывать, миксовать. Всякие фрукты. За 30 минут мы сделали масло. Вот уже подросло тесто. Красивое какое. Будем печь булочки, делать гуляш. И еще вот, это как бы такое очень сильно перемолотая смузи, как густой сок для детей. На основе фруктов всяких. И нет ни одного элемента отдельного. Знаете, вот когда пьешь, ты ощущаешь что-то. При том, что здесь был апельсин. Я думаю, что мальчики будут довольны уже в морозилке мороженое. Какие красивенные булочки. Вот еще бы научиться все так скручивать. У панигражины получается так быстро. Я буду тренироваться. Сегодня я согрешу, наверное. Мне показывают еще одну функцию. Сначала поджаривается мясо. И вот кто бы еще для меня каждый день делала такие заготовки. Это очень круто. За это время испеклись булочки. Румяные, очень красивые. Не могу дождаться, когда попробую. Также сделан салат. И видите, все они прям очень сильно перемолото. И также есть функция перемешивания. Допустим, добавили кукурузку, перемешали. Видите, она целенькая. На пару была испечена булочка такая. Из того же теста. И ее можно съесть гуляшом. Я же, наверное, сварю еще гречневую кашу. И гуляш из индейки. И со всеми вот этими овощами, которые я показывала вам раньше. Я как-то так сначала задумывалась, сколько получится этого гуляша. Но сейчас вижу, что прилично. И вот мне сказали, что на 6 персон. У нас сегодня воскресный обед. И обещала делиться с вами легкими рецептами. Мужчинам я делаю кое-что посерьезнее. А себе решила запечь рыбку. У меня здесь филе белой рыбы. Я немножко его вот так разрезала и заранее замариновала. Если нет времени, то тоже не вопрос. Просто используйте приправы, которые вы любите. Я намешала сушеную петрушку, немного майорана, соль, перец. Еще взяла хлопья острого красного перца. Натерла филе. Также у меня были остатки красного сладкого перца. Положила сверху и немного лимона. Все это буду запекать минут 20 при температуре 170 градусов. Это настолько красиво, что просто жалко есть. У свекрови недавно был день рождения. И сегодня мы устраиваем ей обед-сюрприз. Я также у Алины. Это мастер по маникюру, а по сути как бы мастерица на все руки, потому что она делает торты. Торт для Томака на день рождения я также покупала у нее. И в этот раз я попросила ее сделать что-то очень нежное, такое не слишком сладкое, фруктово-сливочное. И нашла фотографию, говорю, Алина, вот что-то в этом духе. Алина, конечно же, сделала свою интерпретацию, но это произведение искусства. Не правда ли? И вот помимо того, что заказываешь родному человеку десерт, ты еще и даришь эмоции, потому что он выглядит восхитительно. И, наверное, это станет нашей небольшой традицией, что на всякие праздники мы будем заказывать что-то необычное, а может, когда-то и сама научусь делать. Мы с моим ассистентом вместе что-то будем готовить. Иднашкин, ты похож на этого. На домовенка Кузю. Я тебе покажу сейчас. Особенно, когда он не постриженный. Не можем найти толкового парикмахера, который нормально пострижет мальчиков. Это просто какая-то проблема. У Захара сейчас хоть отросли волосы, это выглядит как-то прилично. Но вообще, это такая довольно больная тема. И также, если вы заранее купили мясо и положили его в холодильник, не жарьте холодным. Достаньте минут 20, подождите, чтобы оно нагрелось. Так, мясо пусть постоит в сторонке. И то, что я сейчас буду делать, очень вкусно подавать с тостами, намазывать на черный хлеб, например, ко всяким там крем-супам, к мясу. Прям я кусочек кладу на стейк. И, ну, в общем, мне кажется, что это настолько нравится всем, что можно ставить даже в качество закуски, просто со свежим хлебом. И что нам понадобится? Мягкое сливочное масло, чеснок и петрушка. Может быть, и зеленый лук, все, что вы любите. И соль крупного помола. Для меня это прям, знаете, такая фишечка, которая делает его еще вкуснее. Формируем шарик и отправляем в холодильник или в морозилку, если у вас даже в холодильнике масло не становится твердым. Ну вот и все, елки нет, как-то так пусто теперь. Непривычно аж эхо в доме появилось. И, кстати, мы вчера ее разобрали, показывают все поубирали, вынесли на улицу, и завтра за ней приедет специальная служба. Давно хотела вам показать, как у нас выглядит сегрегация мусора. Как видите, это все занимает у нас целых два ящика. Ну, а что поделать? И это вовсе не обязательно в Польше. Да, мы платим немножко меньше за вывоз мусора, но это копейки. Просто мы как-то к этому пришли, мы привыкли, и, наверное, это меньше, что мы, люди, можем сделать, при том, какой вред мы наносим нашей планете. Вот, значит, мы разделяем все на органику, причем мы выносим ее в компостную яму, и у нас, как видите, тоже такие бумажные пакеты. Они продаются в некоторых магазинах. Вот эти вот пакеты мы также покупаем из переработанного сырья. Здесь пластик, здесь все, что невозможно отделить, все пластиковое, мы, кстати, тоже моем, там банки разрезаем, вымываем, и то же самое проделываем со стеклом. Здесь находится стекло, бумага, и еще вот там далеко батарейки. Вот такой факт о нас я никогда раньше не рассказывала и не показывала. Мой самый лучший друг после всех застольев, и вообще после каждого дня, это посудомойка. У нас Симмонс, и в квартире у нас также была от этого бренда, только знаете что? Раньше у нас была маленькая, ну как, относительно 45 сантиметров в ширину, но туда мало что помещалось, а вот сейчас 60, это оптимально. Но вы знаете, чем больше, тем лучше. Ну что, можете меня поздравить, я купила этого робота, к сожалению, у меня не было никакой скидки, и с вами также поделиться не могу. И я надеюсь, что спустя две недели я не буду плакать крокодильными слезами, и не захочу его возвращать. На самом деле, я играюсь уже который день, и пока что все, что я готовила здесь, мне нравится. Но не переживайте, это никаким образом не повлияет на мои футбуки, потому что все то же самое можно приготовить без него, имея блендер, миксер и кастрюлю. Возможно, пароварки, если вы захотите так же, как я, готовить на пару. И вот сегодня, например, я буду делать впервые такое блюдо. Сначала мне показалось, что вот эта корзинка очень маленькая, но потом, когда я начала очистить картофель, и осознала, что я начистила целых 700 грамм, и что, в принципе, нам на целую семью столько хватит, и теперь она уже не кажется такой миниатюрной. Внизу у меня будет вариться соус, здесь картофель, и также два яруса котлет. То есть сначала я полностью сделала фарш, и если это будет вкусно, то потом уже засниму для вас рецептик. Видите, внизу три, сколько здесь? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять котлет, соус и картофель. Вообще, по-моему, классно. Немного передвинула его, все пытаюсь найти ему место. Здесь все-таки находится вытяжка, и мне кажется, что он будет как-то тут пар выдавать вот из этой штукенции. Жалко, чтобы кухня испортилась из-за моих экспериментов. И, честно говоря, он чуть более громкий, чем я предполагала. И сейчас мой обед будет готовиться полчаса. Очень вкусно получилось, я уже частично попробовала. Я никогда бы не подумала, что отваренный на пару картофель без соли может быть таким же вкусным. Детям я, правда, переложила в кастрюлю и добавила масло. И еще отдельно отварила себе зеленый горошек. То есть, с маслицем, ну, типа диетическое. В общем, приятного мне аппетита. И все это заняло у меня 45 минут. У нас утро следующего дня, и оно началось с очень хорошей новости. Мы вчера приняли окончательное решение, поэтому я была такой замученной. Все в раздумьях. И мы сегодня записали детей в школу. Да, мы подписали все документы. И с следующего года Игнат и Захар идут в одну школу. То есть, как у Игната, это будет последняя старшая группа садика, подготовительная к школе. Но там они тоже уже будут и читать, и все остальное. Мы так подумали, что потом, когда мы очнемся с Игнашиком, там, в преддверии шести лет, уже, возможно, не будет свободных мест в нулевой класс. И, опять же, нам сказали, что будут пробные дни, потому что набор в школу у них на совершенно других условиях. И также нам сказали, что если Игнашик не будет дотягивать, и будет для него место, то тоже придется ходить на дополнительные занятия летом. Короче говоря, мы решили, что так будет и удобно. Да, это ударит по семейному бюджету. Ну, а что делать? Так что теперь будем пахать только на детей. Но я очень рада. И всегда все-таки стараешься дать своим детям еще больше, что-то еще лучше. И сейчас я также забрала бланк, в котором мне нужно отметить, какая школьная форма мне нужна. Да, дети там ходят в школьной форме. И я думала, что это просто свитерок, там рубашка и жакет, пиджак. Оказалось, что все гораздо сложнее. Сейчас вам покажу. Я попала под снегодождь, и моя бумажка немножко скукожилась. Ну ладно. И я только сейчас поняла, что нам надо будет купить не только повседневную форму, причем сразу несколько комплектов, потому что ребенок ходит в этом каждый день, но еще и нарядную. И нам сказали, что необязательно покупать брюки у них. Здесь указана цена в фунтах. И просто выбираешь размер. Если покупаешь в другом месте, то важен цвет. Они должны быть серыми. Дальше обязательный элемент. Это свитер такой, своеобразным вырезом. И он темно-синий идет с эмблемой школы. Рубашка белая. Но это можно купить в другом месте. Носочки должны быть серыми. Никаких тебе полосок, никаких цветных. Ну это как-то немножко странно. Ну ладно. Мама ребенка, которая там учится, говорит, что реально ругаются. Галстуки. Синий или желтый? Желтый? Ну ладно. Футболка с длинным рукавом белая. Ну вы поняли, что не футболка, а кофта с длинным рукавом. Пола с таким воротничком тоже белая, без эмблемы может быть. Футболка на физкультуру. Этикетки. Что это такое? Блин, за 5 фунтов я узнала, что это за пункт, потому что я что-то аж обалдела. Доставка. Отлично. Вот тебе и выходят всякие детали, помимо ежемесячной оплаты. Жилетка тоже слога синяя и футболка с коротким рукавом белая. Вот тебе и целый список. Так, а сейчас я еду в банк и еще загляну в торговый центр. Мне нужно вернуть мои не самые удачные покупки онлайн. Если будет что-то интересное, какие-то такие супер находки на распродаже, то поснимаю для вас, возьму с собой на всякий случай камеру. А еще хотела спросить, нужен ли вот такой повседневный макияж. Я с удовольствием запишу. Он очень простой и на самом деле я использую легкие текстуры, а кажется, что лицо такое безупречное и глаза подчеркнутые, губы. Ну, в общем, если это актуально, то дайте мне знать, потому что, ну, по сути дела, ничего нового, какую-то Америку я не открою, но разница до и после очевидна, и я такие макияжи люблю больше всего. Ну все, поехали. Такой порядок на распродаже в Мангу. Аж приятно посмотреть, что-то выбрать и купить. Понравились мне такие свитерки. Они есть в двух цветах, серый и нежно-розовый. На весну, мне кажется, вообще такой свежачок. И здесь 4% шерсти, остальное акрил, и я всегда стараюсь выбирать свитера без резинки внизу. Даже не знаю. С одной стороны, как бы он прикольный, но с другой будет просто, знаете, как очередным свитерком моей коллекции. Нет такого, знаете, что вау-вау-вау, без него не хочу выходить. Так что в таких случаях я просто, просто оставляю. Хотя он приятный, вы знаете, я просто не хочу, складировать это все и приумножать. Вот эти пары обуви, это две, я надеюсь, вы понимаете. Они тоже с 70% скидкой. У меня есть прошлые летние распродажи, только из Зары одна из самых удачных покупок. Это, знаете, как вишенка на торте в каждом образе. Вот эти вот силиконовые части. Не знаю, как они будут натирать или нет. Мои из Зары ведут себя фантастически. И вечная классика. Очень удачная модель. У меня есть такие черные и, ну, похожие, золотистые, серебристые. Надевала их миллион раз. И также есть такие же босоножки в других цветах базовых. Свитер просто надела, чтобы он подходил к джинсам и к обуви. Наконец-то нашла те джинсера, которые я собиралась заказать онлайн. В прошлый раз я показывала вам тоже из Mango кремовые. Это модель Mom Jeans. То есть они изначально такие свободненькие. При том, что это 3,4 размер, они не маломерят, а наоборот. Еще тоже растянутся. Так что учитывайте это. И по длине тоже хорошо. То есть и не слишком подстреленные, и не длиннючие. У меня рост 1,62 метра. Видите, что как раз, мне кажется, идеально. Можно даже немножко подкатать или обрезать. И туфельки. Туфельки очень удобные. И расцветка бомба. Просто я знаю, сколько я носила те свои змеиные и карамельных. У меня еще нет. Вот эти туфли, которые я примеряла. На мне был 38 размер. Ноге комфортно. Такой нормальный каблук, не слишком высокий. И цена тоже 22 евро. К сожалению, это не кожа. Но зато расцветка классная. Я все-таки подумала, что я возьму и джинсы, и туфли. Потому что я прикинула, это все даже с самой обычной белой футболкой. Будет смотреться супер стильно, если добавить очки. Просто вид звезды получается. И какой-то белый свитер, белый жакет. Или же белые брюки. Вот такой расцветки туфлей. Мне кажется, что потом я буду еще много раз хвалить себя за то, что я решилась на эту покупку. Эту шубку я заказывала онлайн. Она такого молочного цвета. И одна из вас мне написала когда-то, что она такая очень странная. Согласна, я вернула, даже не стала вам показывать. Знаете, ни туды, ни сюды. Какой-то странный крой рукава вообще. Ну, не знаю. Я не могу советовать. Кому нравился мой жакет из Zara в такой же расцветке. Тоже мягкая ткань, не смотрится слишком официально. Тоже два раза уценен. Я считаю, что это находка. Я переместилась в резерт. Как вам такая штучка? Давайте померяем. Это эско и 50% скидки. Обалдеть. Ну, стильно же, ну скажите. Кто бы мог подумать. Конечно же, это больше весенний вариант. В суровую зиму это точно не согреет. Но вместо классического обычного пальто... Очень даже стильненько. Шапку Бинни к этому наряду. Кроссовки или классические ботинки, сапоги. Зачем я это примеряла? Сама виновата. Мне очень нравится, как будто, знаете, из какого-то стрит-стайла перед показом мода. Правда? Это невероятно красиво. Я как человек-жакет не смогла пройти мимо него. Он висел один-единственный. И он сидит так, как надо. На мне, к сожалению, не могу вам показаться, потому что я в колготках и в бюстгальтере. Секси-шмекси. Ну, я, наверное, не готова так щеголять перед вами. Я его беру, потому что ничего похожего в моей коллекции нет. И он на фигуре смотрится, как с иголочки. Бомба! Заре нашла совсем летний топ, но он стоит, я не знаю, долларов 7, наверное. Это натуральный материал, интересный крой. С чем-то на высокой посадке. Вот, нашла какую-то юбку, но на ней здесь испорченные кнопки. Они не застегиваются. Ну, не суть. Юбка сама по себе тоже не особо меня привлекает. Она какая-то бабская. Ну, с чем-то нужно было померить. Очень красивая расцветка с какими-то ракушками, серьгами или же с браслетом. С джинсовой тканью замечательно выглядит. Или же с белым чем-то. С низом я имею в виду. С бежим. Не, медведь там не в гномах. Сын какой-то. Забрала. Моих гномов. Кукусики. У вас там бардак. Папе не говорите, что я разрешаю им есть в машине. Оставила я деток на занятиях. Их заберет Томек. Приехала домой сделать ужин. Потому что, когда они вернутся, я как раз отправлюсь на тренировку. Я хожу два раза в неделю. Во вторник и в четверг на полдевятого. И, соответственно, вернусь я ближе к десяти. Ну, может, без пятнадцати. Десять. Потому что дорога занимает минут пятнадцать. И знаете что? Включаю я YouTube. Постоянно там какие-то рекомендованные появляются. И все уже наверняка слышали и знают об исповеди. Ники – это одна из самых влиятельных бьюти-гуру на американском YouTube. Для меня Ники всегда была вот такой, знаете, очень творческой натурой. И знаете, что самое страшное в этой ситуации? Что на человека настолько давили, что он вынужден был выйти за рамки своего творчества и посвятить людей свою личную жизнь. Это, конечно, я себе даже не могу представить, насколько сложно ей было записать это видео. Потому что это не касается никого. Это ее личный выбор. В общем, я оставлю вам ссылку внизу, если хотите посмотреть. Но знаете, что еще я заметила? Что некоторые люди говорят, что они ее гордятся, что она такая молодец, поддерживают ее. Но есть также те, кто снимают эти видео ради хайпа. Для меня это тот еще феномен, когда люди просто-напросто хотят откусить кусок пирога, созданного из популярности, из каких-то трендов, из чьей-то личной драмы, из какой-то личной истории. Вообще, я, наверное, слишком далека от этого. И сейчас, конечно, очень популярны тоже всякие сплетни. И вот эта драма все больше и больше просачивается на русскоязычный YouTube. Также есть люди, которые в этом во всем варятся. Вот скажите мне, вы следите за всеми этими событиями, иногда даже разборками? Я, честно говоря, не успеваю. Где-то там, наверное, уже в конце узнаю, что да как. И если вам понравился влог, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.